Крест Христов Трама искупления На нашей первой встрече мы кратко поговорили об измерениях греха человека перед Богом в контексте вопроса о том, почему искупление необходимо. И если вы помните, я написал на доске три условия, которые делают искупление совершенно необходимым. Я не хотел свести весь вопрос к простой схеме, но мне нужно было привлечь ваше внимание к трем моментам, которые составляют наше бедственное положение, чтобы в дальнейшем наши рассуждения имели симметричный вид. И сейчас я нарисую на доске таблицу, в которую мы поместим трех действующих лиц драмы искупления. Человек, Бог Отец и Бог Сын, который через воплощение становится Мессией и Искупителем. Итак, мы говорим о человеке, Боге и Христе. А теперь вспомните, какие три измерения греха мы выделили. Грех – это прежде всего долг. Во-вторых, это проявление враждебности. И в-третьих, как мы обозначили это – преступление. Когда мы говорим, что человек через совершение греха становится должником, нам необходимо подумать о том, что значит, что Бог – это Творец и Правитель мира. Когда мы говорим о Боге, как о Правителе, мы говорим о принадлежащей Ему власти. Отчего, как вы думаете, образовано слово «власть»? Владеть. Бог – это Творец всех вещей. Он владеет ими и имеет над ними власть. А это прежде всего означает, что Бог по природе Своей обладает безусловным правом налагать обязательства на сотворенную им реальность. Может быть, я говорю очевидные для вас вещи. Я не буду останавливаться на этом слишком долго. Но люди часто не понимают природы власти, не понимают того, что когда мы говорим о легитимной власти, мы имеем в виду то, что какой-то человек или организация имеет право требовать исполнения определенных обязанностей. Если надо мной стоит какая-то власть, и она требует от меня чего-то, то это требование имеет для меня нравственный смысл. То есть, я принимаю на себя определенные обязательства, которые должен выполнять. И если я не смогу их исполнить, тогда я должен быть готов понести наказание. В этом основной смысл власти. Бог имеет власть налагать обязательства на Его творение, и Он делает это в форме требований, обращаясь к нашей покорности. «Будьте святы, ибо Я свят». Бог правит не через референдум. Он не правит через плебисцит. Он дает не десять предложений или рекомендаций для Израиля. Его заповеди – это требование. «Делай то-то и не делай того-то». Это то, что мы называем аподектическими законами. Законами, которые вытекают из представления об абсолютной власти. Итак, поскольку Бог налагает на нас определенные обязательства, и мы не в состоянии их исполнить, мы становимся должниками. И Бог выступает кредитором. Какое место в таком случае отводится Христу, когда Библия говорит о наших обязательствах и о том, что мы – должники перед Богом? Сам Иисус рассуждает об этом, описывая наше положение как положение должников, не способных заплатить свой долг. Одно дело – иметь задолженность, когда есть договоренность о постепенной ликвидации долга, когда мы можем выплачивать его по частям в течение длительного времени. Однако та задолженность, которую мы имеем перед Богом, такова, что мы не в состоянии выплатить ее даже в рассрочку. Почему? Какие нравственные обязательства налагает Бог на Свои творения? Насколько праведны, насколько нравственны должны быть мы в глазах Бога? Безгрешны? Совершенны? Да? Помните, что происходит с леди Магбет после того, как она совершает убийство? Она пытается стереть пятно крови на платье, но пятно остается. Она не может избавиться от него. Все дело в том, что если я призван быть совершенным и несу за это ответственность, но один раз совершаю грех, то что могу сделать я, чтобы вновь стать совершенным? Сколько процентов нужно мне заплатить в добавление к своему долгу, чтобы избавиться от нечистоты? Что я должен сделать, чтобы стать совершенным после того, как я однажды потерял совершенство? Ничего. Это не в моих силах. Мы часто говорим в определенной ситуации. Ему нужно дать еще один шанс. Правильно. Каждый заслуживает того, чтобы ему дали еще один шанс. Давайте задумаемся над этим на секунду. Мы говорим, что каждый заслуживает этого. Требует ли справедливость того, чтобы все получили еще один шанс? Такой шанс дается как дар. Он дается как милость, но милость и дар никогда не бывают обязательны. Поэтому бессмысленно. Говорит, что каждый заслуживает этого. Но даже если бы это бессмысленное утверждение, этот не отвечающий действительности принцип был верен, то что бы это нам дало? Когда мы использовали тот шанс, который нам предоставляли во второй раз? Дело не в том, что мы являемся практически безгрешными существами с одним маленьким грязным пятнышком, портящим наше совершенство. Скорее, Писание показывает нашу полную несостоятельность в отношении покорности воли Создателя. Мы не просто испорчены маленькими пятнышками греха в отдельных местах, за что несем на себе долг, который не в состоянии возместить. Если ко мне придут и скажут, «Видите ли, господин Спролл, ваши финансовые дела таковы, что за вами числится долг в 10 тысяч долларов, но мы разработали соглашение, по которому вы сможете выплатить его постепенно. Я смогу с этим справиться. Но что мне делать, если кто-то скажет мне, «За вами долг в 10 миллиардов долларов, и у вас три дня на его погашение?» Такое возможно? Буду ли я в состоянии заплатить его? Джек, ты качаешь головой с сомнением. Тогда я хочу спросить тебя об этом. Возможно ли такое? Возможно, что я найду 10 миллиардов долларов за три дня. Я думаю, что вы не поставите на это даже ломаного гроша. Но вообще это в границах возможного, если все шансы вдруг сложатся в мою пользу, и мне улыбнется небывалая удача. Да, такое возможно. Но мое сравнение здесь становится неудачным по отношению к нашему долгу перед Богом, потому что этот долг бесконечен, и у нас нет никакой возможности его возместить. Какова же в таком случае роль Христа, если мы говорим о нем как об Искупителе? В Новом Завете есть специальное слово для этого. Он называет Иисуса нашим поручителем. Этот термин взят из экономики, потому что долг – экономическое понятие. Когда Библия говорит на таком языке, она заимствует его из сферы экономики. И утверждение, что Иисус Христос – это наш поручитель, означает, что Он тот, кто ставит свою подпись на соглашении и становится гарантией нашей задолженности, принимая на себя ответственность за ее погашение. Что касается нашей враждебности, то нам часто кажется, что вообще-то мы не имеем ничего против Бога, ведь мы любим Его. Но на самом деле мы противимся Богу, потому что в нас с рождения заложено враждебное отношение к Нему. Библия говорит, что мы по природе враги Богу. Наша испорченная природа, естественно, заставляет нас с неприятием относиться к власти Бога над нами. Поэтому в плане враждебности Бог выступает в качестве стороны, которая понесла ущерб или пострадавшей стороны. Не Бог объявил нас своими врагами, а мы сами выступили против Него. Бог никогда не нарушал Своих обещаний, никогда не забывал Своих заветов, никогда не давал клятвы, которые не был бы в состоянии выполнить, никогда ни с одним человеком не поступал несправедливо, никогда не применял насилие ни ко Мне, ни к Вам. Со Своей стороны Бог ни в чем не нарушил наших отношений с Ним. Мы нарушили эти отношения. Это Он пострадавшая сторона, а не мы. Но мы часто проходим мимо этого, говоря, это элементарно. Мы учили это в воскресной школе. И мне хочется спросить, неужели каждый день я встречаю людей, недовольных, ужасно недовольных Богом, потому что в глубине души они чувствуют, что Бог заключил с ними нечестное соглашение. Как Бог мог позволить этому произойти со Мной? Вот обычная жалоба. Как Бог мог допустить это? И за этими словами, как Бог мог допустить это, скрывается невысказанное убеждение. Если бы Бог был благ, если бы Он действительно был справедлив, Он бы учитывал мои заслуги и поступал сообразно с ними. Он дал бы мне больше того, что есть у меня сейчас. Бог несправедлив. Эта жалоба сидит у нас в самой глубине сердца. Мы должны понять, что Библия называет пострадавшей стороной не нас, а Бога, но при этом говорят, «Минуточку, это же глупо». Бог не может страдать. Если кто и страдает, так это мы. Богу не нужно продираться через все те тернии, которые встречаются на нашем пути в мире. Богу принадлежит высшее блаженство. Он пребывает в вечной радости. Мы же радуемся редко, чаще испытываем страдания. Разве мы можем назвать Бога пострадавшей стороной? Да, потому что Он справедлив и совершенен. Он не заслуживает тех оскорблений, которые звучат в Его адрес. Могу ли я сказать Богу, «Господи, я страдаю в этом мире незаслуженно?» Я могу незаслуженно пострадать от Вашей руки. О несправедливости можно говорить только в отношениях между людьми в нашем мире, где один оскорбляет другого, или лжет ему, или обманывает, или истязает. На горизонтальном уровне вы найдете в мире все виды обмана, и христиане призваны утверждать принципы справедливости среди людей. А какая несправедливость происходит вертикально между Богом и человеком? Даже если Тим поступит несправедливо по отношению ко мне и обидит меня, я могу сказать Богу, «Боже, отомсти за меня, защити меня, исцели меня, спаси меня от зла, которое мне причинил этот человек». Но разве могу я сказать, «Господи, то, что Ты позволил ему совершить, зло по отношению ко мне, несправедливо». Если говорить в терминах вертикальных отношений, возможно ли это? Допустимо ли? «Нет ничего из того, что может произойти со мной в этом мире, что дает мне право нападать на Бога». В наших отношениях с Богом Он всегда выступает в качестве пострадавшей стороны, а не мы. В деле искупления Христос называется нашим посредником. «А каковы функции посредника?» «Каковы функции посредника?» «Где его место?» «В центре!» «Это не слишком приятное положение, потому что в ситуации отчуждения между людьми с какой стороны посредник обычно принимает на себя удар?» «С обеих сторон?» «Это все равно, что быть судьей, рефери между двумя боксерами». Когда мы говорим о посредничестве, мы сталкиваемся с двумя концепциями, которые имеют решающее значение для христианства и для Библии. Во-первых, это идея примирения. Задача, стоящая перед посредником, который привлекается, скажем, для улаживания производственного конфликта между администрацией и рабочими, в ситуации, когда две стороны не в состоянии вести диалог друг с другом и требуется пригласить третью сторону, состоит в том, чтобы добиться примирения. Если примирение не требуется, нет нужды и в посреднике. А что предшествует примирению? Что является тем единственным условием, которое делает примирение необходимым? Первоначальное согласие. А что должно случиться с этим согласием, чтобы мы могли говорить о необходимости его восстановления? Оно должно быть нарушено, должно распасться, стороны должны поссориться друг с другом. Вот почему Писание говорит о распавшихся взаимоотношениях, о разрушенном согласии между двумя сторонами, между Богом и человеком. Сейчас они разобщены. Необходимо их примирение. И Христос приходит как посредник между ними. Здесь мы сразу же сталкиваемся с определенной трудностью. И вот почему. Согласие нарушено. Кто на кого сердится? Кто был обижен? Кто прервал отношения? Разве мы не рассержены на Бога? Разве мы не чувствуем свою обиду? Бесспорно. Мы выражаем свою враждебность постоянным неповиновением. А можно ли говорить о том, что Бог отдаляется от нас? Что Он гневается на нас? Правильно ли будет так сказать? Я повторю свой вопрос. Есть ли у нас право говорить о том, что Бог гневается на человека? Я не вижу никакого отклика на ваших лицах. Никто не хочет ответить. Означает ли ваше молчание, что это и так само собой разумеется? Действительно ли Бог гневается на человека? Джерри говорит, нет. Он разочарован. Бог будет так зол на эти слова, Джерри. Что Он придет за тобой ночью. Ну ладно. Что нам делать с тем фактом, что Библия часто говорит о гневе Божьем? Конечно, нужно учитывать и то, что, говоря о Боге, мы используем человеческий язык, и я думаю, именно это хотел сказать Джерри. Однако это не устраняет самого вопроса, что Бог ужасно оскорблен, нанесенный Ему обидой. И Бог Отец не только пострадавшая сторона, Он также гневается на наш грех. Но почему это должно нас тревожить? Нередко можно услышать следующее рассуждение, которое представляет собой ужасное искажение библейской доктрины искупления. Есть Бог Отец, который не знает меры в Своем гневе на человека. Но Бог Сын настолько тесно соединяется с нашей падшей и ограниченной природой, а Его любовь и терпение и страдания кажутся нам настолько сильными и глубокими, что превосходят по Своей силе чувства Отца. Так что Иисус в каком-то смысле принимает нашу сторону и, действуя как посредник, смягчает гнев Отца. Это значит, что существует несогласованность или раскол внутри самого Божества. Как будто Отец имеет одни намерения, а Сын убеждает Его их переменить. Отец гневается и говорит, «Я накажу и отправлю в ад всех». А Сын говорит, «Пожалуйста, не делай этого. Накажи лучше меня. Пусть я займу их место. Позволь мне не только выступать посредником спора, но и принять на себя гнев, обрушива на меня, а не на них. Позволь мне стать громоотводом, который примет на себя Твою ярость». Такое рассуждение может показаться нелепым, но его решительно защищают многие теологи, подводя под него сложное теоретическое обоснование. Однако меня удивляет не только тот факт, что такое представление о спасении получило широкое признание среди христиан. Мне часто приходится убеждаться в том, что евангельские христиане в целом склонны к унитарианству по отношению ко второму лицу Святой Троицы. В то время как Иисусу Христу выражается такая преданность и любовь, Богу Отцу уделяется чрезвычайно мало внимания и в христианском образовании, и в христианской молитве, и в христианском богослужении. Почему так происходит? Может быть, причиной тому служит ощущение, что Иисус – это единственный, кому мы нужны. А что касается Отца, то мы, конечно, не можем совсем забывать Его. Но Он тот, от кого исходит гнев. Но кто же в таком случае решает, что мы должны иметь посредника? Кто посылает посредника? Может быть, посредник сам принимает решение? Он приходит к Отцу и говорит, послушай, я устал смотреть на твой гнев. Я собираюсь сойти вниз и отведу ярость от этих людей, и это утолит твой гнев, если только Ты мне позволишь принять его на Себя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Он отдал, что Он послал. Эти два слова, два глагола вы снова и снова и снова находите в Библии. Отец посылает Сына. Отец отдает Сына ради нашего искупления. Теперь давайте рассмотрим последний момент. Грех как преступление. Здесь Бог выступает как правитель и судья. Бог – это высший судья для всякого суда. Он является высшим мерилом справедливости. В Его природе заложена высшая справедливость, и Он Сам выступает судьей всего мира. Христос в драме искупления не исполняет функции судьи. Он возвышается до положения судьи через вознесение. И это имеет большое значение. Но через схождение в мир Он встает на место подсудимого. Здесь Он выступает одновременно в роли священника и приносимой жертвы. Он приходит, чтобы быть судимым. Самую сердцевину этой картины и всего нашего понимания искупления составляет необходимость различать два вида вины или два измерения долга, о чем я говорил не так давно. Материальный долг и судебный долг. Вот почему необходимо представлять себе человеческий грех не только как долг, но и как преступление. Различие между материальным и судебным долгом состоит в следующем. Слово судебный здесь не совсем точно. Лучше сказать юридический. «Если я украду 10 тысяч долларов у Дона, я вламываюсь в его дом и похищаю 10 тысяч долларов». Дон возвращается домой и обнаруживает, что у него пропало 10 тысяч долларов. Он звонит в полицию. Полиция находит отпечатки моих пальцев. Они приходят за мной и обнаруживают у меня украденную сумму. Достаточно ли при нашем современном законодательстве того, что я просто скажу, «Мне очень жаль, что все так получилось. Вот, возьмите деньги, верните их Дону и давайте забудем об этом». Или представьте себе, что я приду к Дону и скажу, «Дон, у меня большие проблемы. Мне нужно 10 тысяч долларов. Не мог бы ты одолжить мне эту сумму?» Дон говорит, «С удовольствием». И дает мне 10 тысяч долларов. Наше соглашение совершенно корректно с юридической и нравственной точки зрения. Дон дал мне 10 тысяч долларов. И теперь я должен ему соответствующую сумму денег. Но в одно прекрасное утро я понимаю, что не в состоянии заплатить 10 тысяч долларов. Однако моя сестра говорит, «Не беспокойся, я заплачу эти деньги». И она возвращает Дону 10 тысяч долларов, которые составляют мой долг. После этого, должен ли я что-нибудь Дону? Погашен ли мой долг? Да, на 100%. Дон просто должен был получить 10 тысяч долларов, которые причитались ему в счет погашения долга. Поэтому единственная ответственность, которая лежала на мне, это вовремя выплатить деньги. Вот что такое долг. Но вы, несомненно, видите разницу между тем, чтобы брать в долг на основе личного соглашения, и тем, чтобы становиться должником в результате кражи 10 тысяч долларов. Представьте себе, что я украду у Дона 10 тысяч долларов. Дон обратится в полицию, а моя сестра заявит, «Подождите, я верну эти деньги». Должен ли Дон обязательно принять 10 тысяч долларов и автоматически забыть обо всем? Нет. Потому что, помимо того, что совершенное преступление имело финансовую сторону, оно также попирало принципы справедливости. Это преступление против личности. И единственным лицом, которое имеет право решать, примет ли он деньги или не примет, является кто? Пострадавшее лицо. Давайте перенесем это на нашу таблицу. Когда я грешу против Бога, и Иисус Христос выплачивает мой долг для того, чтобы искупление могло совершиться, судья, который также выступает как пострадавшая сторона, должен не просто принять эту плату, но также решить и провозгласить, что он согласен принять плату за меня от кого-то другого. Можно сформулировать это так. Если мой долг Богу требует моей смерти, потому что я согрешил против Господа, но вдруг появляется Иисус и говорит, «Я умру за Него», и отдает свою душу, и умирает за Меня. Будет ли Бог в любом случае обязан принять эту плату? Не в любом случае. Прежде должен состояться суд правителя мира, на котором Он согласится принять заместительную жертву за Мой долг и за Мое преступление. Таким образом, жертву Христа предваряет решение Отца, которое дается только по благодати. Потому что нам вменяется юридическая задолженность, и единственный способ выплатить эту задолженность через другое лицо состоит в том, чтобы высший суд прежде вынес решение принять плату за Мой долг от кого-то другого. И таким образом, Бог говорит, «Правосудие совершится». цена будет заплачена, долг будет возмещен и в материальном, и в юридическом смысле. Я осужу преступление, оно будет наказано, долг будет выплачен. То есть, Бог никоим образом не отказывается от справедливого суда. Но в то же самое время, тот факт, что Мой долг возмещает другой, и за Мое преступление наказывается другой, показывает, как безграничная справедливость соединяется с безграничной милостью. Уберите заместительную жертву, и вы потеряете благодать Божью, потеряете самую трепещущую струну христианства. Во время следующей встречи, мы более подробно остановимся с Вами на значение терминов искупления и спасения, а также некоторых понятий, которые будут необходимы нам в осмыслении этого, как, например, примирение и очищение, слова, которые Вы постоянно слышите вокруг, но которые люди чаще всего затрудняются объяснить и не понимают их истинного значения. Мы продолжим. В следующей лекции мы исследуем понятие выкупа и его значение в Библии. в Библии. Продолжение следует...